Всем привет! Сегодня 18 августа, Московская область, чеснок просох. Высушивала я его в подвешенном вот таким образом состоянии на мансарде, где тепло, сухо и есть сквозняк. Чеснок полностью высох до шуршания, так называемого. Теперь я буду его обрезать и уже закладывать на хранение в зиму. Ну а дальше, я думаю, ничего сложного. Отрезаю чеснок от стебля, слегка зачищаю, обрезаю корешки. И таким образом я уже буду закладывать на хранение. Хранить буду в такой обычной картонной коробке. Конечно, уже на хранение закладываю только самый хороший чеснок, без всяких повреждений. Если есть повреждения, сразу вставляю. Это он уходит на заготовки. А вот такой же самый хорошенький идет на хранение. И я сразу же здесь его калибрую. В плане того, что выбираю самые лучшие чесночины параллельно, это для того, чтобы осенью высадить его. Потому что, чтобы получить хороший чеснок, нужно самые лучшие зубчики и высадить. А коробку я эту буду хранить. Сейчас она у меня до наступления морозов будет храниться также на мансарде, в сухом месте. А затем, уже когда я посмотрю, и будет минус, я уже отвезу в квартиру. И будет храниться эта коробка. В общем коридоре он прохладный, и она будет таким образом закрыта. И чеснок довольно-таки хорошо хранится. Чеснок к хранению я подготовила. Еще буду раздавать. Уже, наверное, половину урожая раздала. И также подготовила семенной материал, который буду высаживать поздней осенью. Здесь у меня сорт Любаша, сорт Белый слон и Гулливер. Вот насчет Гулливера хотела вам показать его. Где? Вот он. Гулливер, оказывается, это яровой чеснок. Я не знала об этом, я про него прочитала. Это российский сорт. Яровой чеснок, который стрелкуется. Вот его можно высаживать и весной, и осенью. Вот как раз при осенней высадке он дает головку и зубцы крупнее. Имеет от 3 до 4 зубцов головки. Они очень крупные. Смотрите, это один зубок. Очень крупные. Зубцы белые и острые. И вот головка с семью зубцами тоже. Вот один зубчик. Вот он. Это один зубчик. Мне этот сорт очень понравился. Я его буду высаживать, как и весь подзиму, то есть поздней осенью. И в этом году, то есть в следующем году, я буду оставлять бульбочки. Я буду его размножать. Обновлю семенной материал. Я уже со своей зрительницей, она у меня попросила этот сорт. Я его уже отослала почтой. И жду от нее. Она мне должна прислать сорт Марада. Тоже этот сорт отличный по описанию. Ну и по ее описанию и вообще. Буду высаживать новые сорта. Ну а гулливер, я от него вообще в восторге. Настолько он крупный, настолько он красивый. Невероятный чеснок. Чисто случайно его нашла на выставке. В Москве была выставка. Я его там купила у бабушки. Вообще просто домашний такой чеснок. Не от какой, не от фирмы. А вот просто бабушка мне его продала. Супер. Просто сорт супер. Действительно, так и есть. Это я все вот таким образом закрою. И оставлю. Семенной материал поздней осенью буду высаживать. Это примерно октябрь. Но я смотрю по погоде. Там нужно примерно за недельки, две, за три до первых заморозков. Я обычно чеснок высаживаю. Все. И здесь у меня еще... Хочу показать чеснок. Это где, видите, какие-то изъяны есть. Здесь у меня головок 10 набралось. Это я все буду пускать на закрутки сейчас. Консервация. Вот я... Он туда у меня весь и уйдет. Все. А теперь я хочу вам показать лук. А таким образом у меня лук лежит на просушке. Тоже уже готов. Отлично. Он просох. Я когда убирала урожай лука, то полностью снимала грязную рубашку. И оставляла до бела, до белизны. Потому что у нас шли дожди постоянно. И лук в любом случае он был грязный. И мне как-то в комментариях спросила зрительница, будет ли при такой зачистке лук храниться. Смотрите. Если у вас в помещении, где лук просыхает, есть хороший сквозняк, сухое, тепло, то эта белая рубашка, видите, она подсыхает. И все замечательно. Это корневая шейка отличная. Видите, уже просохла. Она не гниет. Видно, что она полностью-полностью сухая. Какой лук ни возьми, все у нее отлично. Перо я тоже сразу не срезаю. Она... Лук просыхает вместе с пером полностью. Здесь лук Red Scarlet. Тоже отлично просох. Тоже зачищала до прям чистой рубашки. Тоже шейка, вот, все, она уже готова. Здесь лук Шатана. Тоже до белизны очищала. Потому что вот эта грязь лучше снять вместе с рубашкой, с грязной, чтобы лук оставался чистым. Потому что эта грязь начинается, все равно попадает. И лук может не храниться. Вот как раз Шатана и Red Scarlet это луки для хранения. А Эксибишен я сейчас уже употребляю вовсю. Замечательно идет в салаты. Почистила три головки. Вот уже можно наконсервировать салат любой овощной и закрыть на зиму. И сейчас я тоже буду заниматься луком. Лук для хранения я плету таким образом. Это удобно, практично и очень красиво. Делаю небольшие, потому что все-таки для хранения в квартире это самое то. Красный лук я уже обрезала. Сейчас на этом сорте я как раз покажу, как я их вяжу. Итак, я беру шпагат. Здесь примерно один метр. Складываю вдвое. Вымеряю середину. Беру луковицу. Обычно это самая крупная. И ровно посередине я ее очень крепко связываю. Так получается. Эти концы свободные. Я просто здесь делаю тоже хороший узелок. Погат с луковицей я повесила на гвоздик. Я обычно это делаю стоя. Основа уже у нас закреплена. Беру вторую луковицу. Продеваю сквозь нить. Обматываю. И этот свободный хвостик я закрепляю под луковицу. Лучше всего брать однокалиберные луковицы. Чтобы они хотя бы примерно были одинаковые. Но здесь уже как получается. Я стараюсь подбирать на низ более крупные луковицы. А уже наверх схожу до более мелких. Лук при обрезке пера высохшего. Оставляйте ножку примерно в 10 сантиметров. Лучше пускай она останется. Будет лишнее. И потом ее обрезать. Чем ее не хватит при уже накрутке на шпагат. Все. Берем опять луковицу. И аккуратно. И хвостик убирается под луковицу. Следующее. Конечно же, когда вы будете вязать, нужно смотреть, чтобы корневая шейка у вас была полностью сухая. Очень хорошо высохшая. Потому что если будет влажная, то лук не стоит так хранить. Он должен полностью высохнуть. И старайтесь еще такой момент. Сейчас я покажу. Очень плотно притягивать. Чтобы нить была намного ближе и плотнее к самой головке. То есть не где-то здесь вяжите посередине корневой шейки, а как можно ближе к самой головке. Потому что к самой луковице, чтобы у вас вот эта, не знаю, как это назвать, коса, она была плотная. Чтобы не было рыхлости. Понимаете? Из-за этого, когда она плотная, она более красива получается. Ну и последний момент, я всегда, чтобы было все красиво, обрезаю корешки. Какие бы они не были чистые, все равно от них падает всегда какой-то ссор. Поэтому, чтобы было и красиво, и чисто, я это обрезаю лишнее. Только аккуратно обрезайте, чтобы луковицу не задеть, а то храниться не будет. Только чисто корешки. Аккуратненько. Таким образом, лук в хранении получается очень удобен. Ну и тем более, это очень красиво. Я решила, что лук эксибишен я тоже таким же образом свяжу. Буквально там по 6, максимум по 10 головочек в связку сделаю. Потому что сейчас я здесь все буду убирать, и чтобы он уже у меня на полу не валялся, будет так же красиво связан. Лук эксибишен я тоже связала. Буквально там, наверное, головок 11 или 10. Вот так. Очень удобно. Нужна луковица. Срезали одну, остальные дальше продолжают висеть. А это уже у меня на хранение тоже. Вот этот лук весь. Вот. Здесь у меня чеснок. Будет вот так закрыто, просто прикрыта коробочкой и все. А этот чеснок не ликвид. Лук не ликвид. Это сейчас употреблять. У меня на сегодня все. Я желаю вам всего самого хорошего. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok